Давайте на чистоту, господа, не надевайте такое. А вот это даже не пытайтесь, даже если вам за это заплатят. Несмотря на любовь к ребенку Тома Форда, никогда не надевайте это. Не переживайте, друзья, в сегодняшнем видео мы разберем модные тренды, которые вполне годны, чтобы носить. Начнем, пожалуй, с того, что цвет этого года классический синий. Если рассмотреть цвета года, то бывали очень плохие варианты. Неоновый зеленый, ядовито-розовый. Да, 80-е пришли за тобой. Классический синий – это отличный цвет для костюма, рубашек, брюк и даже для обуви. Думаю, что кто-то из вас скажет, да это же скукотища. Или что у вас уже есть классический синий в гардеробе. Но вот в чем прикол. То, что это цвет года, означает, что будет сделано много одежды в этом цвете. Особенно из модных оттенков синего. Поэтому у вас есть хороший шанс пополнить свой гардероб новыми вещами по очень смешной цене, когда они устроят распродажу. Следующий тренд – это ювелирка из двух оттенков. Итак, мы видели этот тренд, когда он начинался еще в женском стиле, теперь он эмигрировал и в мужской. И это очень хорошо. Этому есть несколько причин. Первое – ювелирные изделия двух оттенков были всегда. Так что не стоит волноваться, что это выйдет из моды. Поэтому если вы купите себе что-то, то не надо переживать, что это в скором времени выйдет из моды. Но давайте рассмотрим варианты. Потому что это будет тренд, то мы увидим на прилавках браслеты, кольца, часы от производителей, которые в обычное время никогда бы не делали таких изделий, но они могут захотеть сделать. Далее, если говорить об оттенках, то это не только серебро и золото. Есть разное серебро, есть также и сталь, и золото. Есть еще розовое золото. Вы можете присмотреть оттенки на ремешке. Или взять ремешок одного цвета и добавить к нему немного розового золота вокруг циферблата. Поэтому вы можете купить себе такие вот изделия и за сотню долларов, и за пятьсот, и за тысячу. Решение за вами, просто надо пойти и посмотреть. И да, профессиональный совет. Если вы всегда были только по серебру или предпочитали только золото, то ювелирка из двух оттенков – это отличный способ сделать шаг к чему-то новому. Следующие два тренда я совмещу. Это ботинки на каблуке и ботинки Челси. У меня в руках классические Челси. У них нет шнурков. Это простые ботинки. Так что я уже люблю этот тренд. Почему Челси удобные? Они подходят под многое. Их легко надеть под что-то нарядное. Или можно надеть с простой одеждой, если подходит по стилю. Их также можно надеть и под джинсы. Все зависит от цвета и стиля. И ботинки с каблуком. Что это за ботинки? У них подошва на пятке будет больше, иногда на два сантиметра. Но чаще каблук больше на один сантиметр. А иногда всего на полсантиметра. Некоторым парням это покажется слишком высоко, но очень много ботинок уже сейчас продается именно с увеличенным каблуком. Это прикольно, потому что это делает нас выше и утонченнее. А что насчет стиля и цвета? У меня в руках серая замша. Это отличный пример, он подойдет почти под все. Но они будут более кэжуал, чем чисто черные. Вот эти светло-коричневые. Посмотрите на то, как они сделаны. Они прошиты швом Гудьер, поэтому они слегка громоздкие. Они отлично смотрятся с джинсами, не очень подойдут под костюм. А вот такие вот, да, их можно смело надевать вместе с кэжуал-костюмом. Они прошиты швом Блейка, он более элегантный и утонченный. Вот эти вот их точно можно надеть с костюмом, и у них потрясающий цвет, темно-красный. Поэтому, если вы всегда ходили в черных, то можете попробовать такие вот темно-красные. Потому что сейчас многие производители начнут выпускать Челси, и у вас будет из чего выбирать. Следующие два тренда, которые вы можете зацепить, но стоит быть предельно аккуратным, это широкие лацканы и двубортные пиджаки. Позвольте рассказать об опасностях. Широкие лацканы. Если вы худой парнишка или низкого роста, остерегайтесь широких лацканов. Но если вы широкий парень с большими пропорциями, то такой тренд может вам прийтись по вкусу. Но по этой же причине вам не рекомендуются тоненькие лацканы и узкие галстуки. Потому что пропорционально они вам не подходят. Также, если вы решили попробовать широкие лацканы, тогда у вас должен быть и широкий галстук. Если для вас это приемлемо, то вперед. С двубортными пиджаками надо четко понимать, что вы ищете. И разбираться в классике и расположении пуговиц. Взглянем на классический пиджак с шестью пуговицами. Никогда не берите пиджак с V расположением пуговиц. А вот такой вот с пуговицами в виде буквы Y это классика. А вот когда речь идет о четырех пуговицах, то вы увидите либо квадрат, либо форму буквы V. Они обе приемлемы. Но суть в том, что четыре пуговицы идут на более маленьких пиджаках. Пиджаки с шестью пуговицами идут для больших парней. А как же быть худым или низким парням? Как они могут щегольнуть в широких лацканах? Ответ – это пиковые лацканы. Вот, на мне сейчас такие. Заметили, что они будут повыше и тоже широкие? Это классическая форма. Чуть более нарядные, чем лацканы с вырезом и, конечно, не устаревают. Так что, если вы низкий парень, тогда присмотрите себе пиковые лацканы. Они вас сделают неотразимым. Следующий модный тренд – это полоска. Он годный, потому что полоска была в мужском стиле уже очень давно. Это классика, она не очень-то ей взаимозаменяема. Но для бизнес-стиля, или для того, кому просто нравятся линии, которые помогают взгляду скользнуть вверх и вниз, они сделают вас более худым. Потому этот год будет отличным, чтобы закупиться. Если рассматривать рубашки, то существуют классические типы полосок. Цвета будут синие и все, что угодно на белом. Но помните, придерживайтесь классических цветов и полосок. Это полоски бенгал и кэнди. Если рассматривать пиджаки и костюмы, то обратите внимание на миловую полоску. Она будет очень кажуал. А если вы хотите выбрать бизнес-стиль, тогда присматривайте полоску-иголочку. Профессиональный совет. Полоски – это круто, но они не безупречны. Если вы создаете взаимозаменяемый гардероб, тогда костюм с полоской не входит в первые три костюма. Потому что он очень сильно запоминается и он ассоциируется с бизнесом. Ведь когда ты носишь полоску, ты говоришь о деле. Вот почему янки носят полоску, когда выходят на поле. Далее, господа, идут жилеты. А если точно, то многофункциональные жилеты. Со стороны моды мы увидим уему вариаций. Это будут тысячи карманов молний, цветов и прочего. Советую держаться подальше от этого и обратить внимание на классические мужские бренды. Они тоже достанут с пола к жилетке, и это скорее всего будут более приглушенные классические цвета. Дизайн будет уже знакомый. Поэтому предлагаю не зевать, а воспользоваться трендом. Все зависит от вашего выбора. Повседневную жилетку можно накинуть сверху рубашки, когда работаешь у себя на участке. Это отличная вещь в гардеробе. Ну или что-то более нарядное, что ты бы мог надеть с одним из костюмов. Даже если это будет контрастный цвет, это выстрелит. Далее в списке штаны на высокой талии. Вообще-то большинство брюк изначально и были с высокой талии до Второй мировой войны, когда пошло переформирование и линия пояса спустилась ниже. А от природной талии, которая находится ниже пупка, к современной линии пояса, которая находится у большинства современных джинс. Поэтому мы пользуемся ремнями, а не подтяжками. Потому что подтяжки лучше работают со штанами на высокой талии. Почему это круто, что у вас есть выбор? Потому что если вы когда-либо хотели попробовать подтяжки и понять, каково это, то у вас есть прекрасная возможность, потому что это будет продолжаться ближайшие несколько лет. Предлагаю вам просто пойти в магазин и примерить. К удивлению, вы можете обнаружить, что брюки на высокой талии удлиняют линию ног и делают вас выше. А если вы решили использовать подтяжки, то к ним сразу присмотрите eSport пиджак. Следующий модный тренд мне очень нравится. Это монохромный образ. Я об этом уже говорил много раз. Создайте себе универсальный цвет вверху и внизу. Должен ли это быть один и тот же цвет? Нет, вам не надо сочетать свой пиджак один в один с рубашкой. Но в целом следует придерживаться светлых оттенков или темных оттенков. Что это нам дает? Взгляд скользит вверх и вниз без препятствий. Или если у вас есть немного лишнего веса, а вы надели белую рубашку и черные брюки, да еще и на ремне. Как думаете, где глаза остановятся? Прямо посередине. Или даже мы увидим, как живот наваливается поверх штанов. Это не очень привлекательно. Да, я знаю, что вы работаете над этим. Вы хотите стать лучше. Но тогда наденьте пиджак, который сочетается с брюками. И таким образом вы создадите более монохромный образ. Пиджак подчеркнул ваши плечи, и вы выглядите уже по-другому. Так что вся эта тема с монохромным образом я только за. Следующий тренд – это байкерские куртки. Вы знаете, что есть большое разнообразие кожаных курток. Один из них – это байкерские куртки. Мне очень нравится этот стиль. Если вы хотите узнать больше о кожаных куртках, тогда смотрите это руководство. Я знаю, что некоторые из вас могут потратить сотни, если не тысячи долларов на хорошую куртку. Поэтому я хочу, чтобы вы точно понимали, что собираетесь приобрести. Если вы посмотрите это видео, то вы будете знать о куртках на 99% больше, чем остальные люди.